Ну что, друзья, начнём свежий сюжет с удивительной способности российских пропагандистов лепить сенсации вот тупо на пустом месте. И примеров мы можем приводить очень много, но, безусловно, один из самых ярких хитов – это групповые танцы на костях крякнувшего жирика. Все начинают вспоминать пророчества Жириновского, ну и действительно, тут уж не поспоришь. Выборы последние были. В 2024 году выборов вас не будет. Уж не будет страны под названием Украина. Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развиваются такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Из которого пропагандисты хоть тушкой, хоть кабанчиком пытаются слепить мегапророка. То, что Украина прекратит своё существование в её нынешнем виде, предсказывал ещё Владимир Жириновский. Задолго до начала спецоперации. Когда его спросили, как вы видите будущее Украины, он сказал, будущего Украины не вижу, вижу всего лишь два федеральных округа – новороссийский и малороссийский. Но Жириновский хотел на весь мир объявить нечто архиважное. Именно у нас в тот день он впервые изрёк своё грозное предсказание. Вы последний Новый год встречаете. Последний мирный Новый год. 22-й год – война. Вы её начинаете, не мы. Правда, при таком подходе к делу останкинские фойкомёты проявляют удивительную избирательность. То есть те слова, что выгодны, выдаются за пророческие. А вот на, мягко говоря, сомнительные речи Жирика внимание почему-то стараются не обращать. Владимир Жириновский назвал уральцев самыми тупыми в России. Урал, Урал, Урал. Там огромное количество залежей под землёй. Это кладовая страны. Там огромное магнитное поле. Там вообще тупое население. Там дебилы живут. Ну, Тес, как насчёт вот такого пророчества? Вот лично нам кажется, что это тот редкий случай, когда покойный Жириновский был действительно прав. Вот от Перми до Екатеринбурга – это страшное, это население дебильное. Оно может быть здоровым, но если взять его по интеллекту, он тупой, до упора. И нет, вы не думаете, что мы хотим как-то обидеть или незаслуженно оскорбить жителей Урала? Просто есть факты, против которых, как говорится, не попрёшь. И первое, что сразу приходит в голову, это неимоверная активность именно уральских регионов в показушном восстановлении оккупированных регионов Украины. Ровно год назад северяне подставили братское плечо и протянули руку помощи Волновакскому району. За этот небольшой промежуток времени Ямало-Ненецкий автономный округ оказал внушительную поддержку в восстановлении социально значимых объектов. Ямальцы слышат и помогают. В настоящий момент наши строители Волновахи ремонтируют более ста социальных объектов. Какой канал не включи, везде имитация бурной деятельности. И машины скорой помощи бояре передают. Сегодня с Южного Урала в ДНР прибыли первые машины скорой помощи и внедорожники для врачей. Новые машины Алексей Текслер презентовал главе ДНР Денису Пушилину. И школы якобы восстанавливают. Школа, детская поликлиника и многофункциональный центр. Именно эти объекты инфраструктуры восстановил шеф регион Челябинская область Весиноватой. Правда, при этом создатели подобного контента постоянно упускают важнейший момент. А по чьей вине вся эта беда с жителями Донбасса приключилась? Ну, не сами же по себе почти у всех жителей условной Волновахи дома развалились. Это будто съемочная площадка боевика или фильма «Катастрофы». Но изрешеченные осколками заборы, вылетевшие окна, дыры в стенах от попадания снарядов сурово реальны. К окончанию боевых действий Волноваха практически перестала существовать. То есть вначале ты нападаешь на мирные города, стираешь их в пыль, убиваешь сотни, если не тысячи, ни в чем невинных людей, а потом с рожей праведника корчишь из себя благодетеля. Из-за боевых действий большинство жителей остались без крыши над головой. Но на помощь пришли северяне. Они помогли восстановлению жилых домов. Сейчас их сдают по ямальскому стандарту, полностью мебелированные и с кухонной техникой. «Мы с первого дня к этому отнеслись по-особенному. Это не просто поручение. Это наша особая миссия. Поэтому мы к вопросу восстановления подошли именно с сердцем». Да только за подобный цинизм стоит ненавидеть русский мир, а еще за привычку лгать. Ведь если вы не знали, военные преступления России и пропагандисты, и бояре из Урала любят перекладывать на украинскую армию. 1 сентября дети поселка Новотроицкое вернутся в обновленную школу и детский сад. Шеф регион Ямало-Ненинский автономный округ за полгода отстроил образовательные учреждения, которые ненацисты разбили в прошлом году. Но перед тем, как что-то хрюкать о Новотроицком, они хотя бы карту для начала посмотрели. Поселок на трассе Донецк-Мариуполь до 24 февраля 2022 года был подконтролен Украине. Люди жили нормально, крыли всем, чем только можно, ваш помойный русский мир. А потом пришли чмони и артой разбили поселок. Но, судя по речам пропагандистов сейчас... Половину поселка украинская армия стерла с лица земли. После 10 прилетов здесь не осталось уцелевших домов. В СУ, очевидно, сами по себе стреляли. Впрочем, логика никогда не была сильной стороной российских пропагандистов. Чего не скажешь, например, об умении унижать своих же холопов. Ведь смотрите как, буквально каждый подобный сюжет... Северяне не планируют останавливаться на достигнутом. Они продолжат работу по восстановлению социальной инфраструктуры. Мы сегодня проехали по всем объектам. Просто до захвата, это того, что с какой любовью, душой, с какой проницательностью, до мелочей. Это не о щедрости и не о благородстве России или каких-то отдельно взятых бояр, а как раз о презрительном отношении к своим гражданам. Ведь ладно бы на Урале, все было бы настолько хорошо, что была бы возможность кому-то еще помогать. Но нет, местные жители загнаны реально ниже плинтуса. Точнее, не так. Ниже прогнившего плинтуса. Вот просто я вам покажу, что у нас происходит. Стены рушатся, мы с соседями под плинтю. В данный момент... Ой, 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 ой. Внизу вода. У нас везде вода. Там вода. Сейчас наш микрорайон пребывает в состоянии, как будто бы нас разбомбили. Такой концентрации жести, как там, похоже, что нет ни в одном регионе России нашей прекрасной. И начинать можно с когда-то суперперспективного городка, который при коммунистах был одним из всесоюзных центров по добыче и обработке никеля. Верхний Уфалей – это еще один депрессивный моногород, который, как ни странно, имеет статус территории, опережающего развитие. Известен также, как родина никеля и кобальта. Когда-то сюда съезжались на заработки работяги со всех уголков огромной страны. А местные были уверены, что комбинат будет кормить не только их самих, но и детей с внуками. Но все эти сладкие мечты достаточно быстро накрылись медным тазом. Это на оккупированных территориях бояре аттракционы щедрости устраивают. А в российской глубинке задачки немного иные – стырить все, что плохо или хорошо лежит. Долгие годы офшорные кипрские олигархи при поддержке местных чиновников грабили и растаскивали еще советский никелевый комбинат, параллельно вывозя за границу его продукцию и получая сверхприбыли. Потом несколько лет комбинат разносили уже сами чиновники. В итоге никельный гигант сначала довели до банкротства, а потом и тупо разграбили. Когда растащили все, что можно было, комбинат просто закрыли и снесли. После этого жизнь людей превратилась в сущий ад. Вы думаете, че чмоням бомбить Азовсталь или Авдеевский Коксахим не жалко? Да потому, что у них дома такие же градообразующие комбинаты в руинах лежат. Вонюшек дико жаба давила, что у проклятых хохлов работа есть, а в той же Челябинской области, чтобы прокормить семью, приходится идти в армию. Сейчас вновь собираюсь на СВО. Отдать долг Родине и помочь, соответственно, своим. Отдельного внимания заслуживают хоромы, в которых компактно проживают жители страны, называющие себя сверхдержавой. Все тот же верхний Уф-алей и кадры, которые обязательно нужно показывать всем жителям оккупированных России регионов. Две года соседи выходили у нас через окошко, потому что в подъезде стояла вода почти по колено. На все жалобы, зимой все заинтересовало. Грибок пошел уже. Был в подъезде. Прошлое лето заделали, у меня уже в квартиру Грибок пошел. Пол весь дутый, двери не закрываются. И окна у меня простые, у меня муниципальная квартира. Вот, окна не закрываются, не открываются. Вот это, ребятушки, реальный русский мир, а не показуха с ряжеными, которую вам устраивают. И за показуху мы можем легко обосновать. Ведь смотрите как. Когда ты строишь дома и школы в условной Волновахе... В этом году строители планируют сдать порядка 120 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас заканчивается ремонт в здании ПТУ. В аудиториях есть все необходимое для учебы. Один из масштабных проектов – городская больница. Силами Ямала удалось восстановить и оснастить 7 корпусов новейшим медицинским оборудованием. За деньги людей, у которых канализация сливается прямо под дом... У нас вся вода, вся канализация идет в подвал. А раз она идет в подвал, у нас дома рушатся. Рушатся подвалы, рушатся отмостки, рушатся... Вот видите, какие у нас дыры. У нас постоянно комары, мошки. Первые этажи начинают пол гнить, все подгнивать. И добиться мы не можем. У нас ничего никогда не делать. Нас только отмахиваются. Да-да, надо-надо. Но на том и заканчивается, что надо-надо. Это не что иное, как показуха. Ведь иначе помогали бы прежде всего своим. Или кто там у вас шефство над Донбассом взял? Вот эти дед с бабкой, которые скоро либо задохнутся, либо утонут от содержимого давно сгнившей канализации. И что у нас происходит? Вода льется ручьем. Невозможно остановить, что не так же. А мы тонем. Ой, уже скоро пойдет. Ой, господи. А что делается? Задыхаемся. И вот в таких условиях. В таких условиях. Вот в этой. Сейчас ты не поднимешься. Говорить не надо. Вот в этой, корневеской. Вот в таких условиях. Даже сейчас вот стоим, разговариваем. И дышать нечем. Но на жителей Челябинской области денег у Путина нет. Причем это же не мы придумали. Послушайте, что говорит один из местных мужиков. И нам все, денег в бюджете нет. С каждым годом переносит, переносит. Сейчас мы в 25-й год перенесли. А достоит ли этот дом до 20-го года? Это неизвестно. То есть холопов кормят байками про 2025 год. А местная власть все обращения системно игнорирует. Мы обращались к Тарасову по поводу ремонта нашего дома. Видите, да, в каком состоянии? Он нам как ответил? Берите ссуду и делайте за свой счет. Это раз, а вот так. Он просто неугодных ему жителей не принимает. А мне по телефону сразу сказали, вряд ли вы попадете. Ну да, многоуважаемый мэр живет явно не возле прекрасного озера, где уточки и прочая живность плавают вот реально в фекалиях. Там птички плавают. И городской пруд у нас опять наполняется. Фекалиями. Но при этом Челябинская область не стесняется над кем-то там еще шефство брать. Сегодня в Донецке прошло подписание соглашения о сотрудничестве. Да над собой, блин, возьмите. Даже после реальных бомбардировок многие города Донбасса выглядят лучше, чем большинство поселков Урала. Колодец уже сколько течет? Наверное, месяц уже течет. Вообще не перестает. Никаких лавочек нет. Вот, ну ладно, мы выйдем. У тебя теперь вода там как сидит? Вот тут люди отдыхают. Сверху-то и гляди на голову кирпичу падет. Тут вода подставляет. Ну где отдыхать? На трубу садишься. А нам надо воздух. Вот почему мы всегда говорили и будем говорить, что русский мир – это продукт исключительно на экспорт. То есть по делику все классно и красиво. Тут тебе и помощь ДНР и коврижки для ЛНР и канализацию за счет россиян в Абхазии можно провести. Россия в течение трех лет в течение трех лет в экономику Абхазии 9 миллиардов рублей. На эти деньги еще в этом году заменят водоводы и канализационные трубы в Сухуми. И многие смотрят на это и думают – ай да Россия, ай да щедрая душа. Но вот же незадача. Все чудеса братской любви достигаются не за счет богатства России, а за счет реального унижения глубинного народа. Причем порой даже мы диву даемся, насколько же талантливо путинские бояре умеют глумиться над русскими людьми. Челябинская область откроет в ДНР стекольное производство. Всем ясно? Настолько богатая оказывается Россиюшка, что даже заводы для аборигенов на Донбассе строит. Так, чтобы пластиковые окна выпускались, глядишь и денежка какая-то будет. На Донбассе запустят производство по выпуску пластиковых окон. С таким предложением выступил Алексей Текслер во время визита в Донецкую Народную Республику. И ты смотришь и думаешь, ну вот как? Да в верхнем Уфалее, где, напомним, бояре уничтожили всю промышленность, местные бы дрались за возможность работать на подобном производстве. Но там не то, чтобы новое предприятие не строить, там даже бюджетные организации закрывают. А обойдутся холопы без почты и банка. А в больнице и одного врача хватит. Мы никому не нужны. Почту убирают, Сбербанк убрали совсем. Сбербанк вообще... Больницы никого нет. Хорошо. Ну, один врач, там название одно. Либо кто-то был. Конечно. Вы думаете, это игрушки? Октябрьский. Там ни магазина, ни здравпункта. Вообще ничего нет. Вообще ничего нет. Один врач, напусть и небольшой, но город. Ах, да сверхдержава. Ну просто любо дорого смотреть. Зато на оккупированные территории Челябинская область отправляет целый врачебный десант. Лечить детей в ДНР и ЛНР поедут 12 специалистов областной больницы. В команду врачей вошли узкие специалисты. Кстати, это не первый медицинский десант в Донбасс. Специалисты из Челябинской области уже несколько месяцев трудятся в подшефных городах Волновахи и Есиноватой. И мы можем себе представить, какими униженными и заплеванными чувствуют себя многие сибиряки, глядя на такие сюжеты. Но, ой, несмотря на весь этот клуб БДСМ, никаких протестов или волнений на Урале не было. Единая Россия продолжает побеждать на выборах, а люди, о которых начальство вытирает ноги, усердно поддерживают СВО. Правляют на передовую теплые вещи, медикаменты, оборудование. Они защищают Родину, защищают нас. Мне не надо уже ничего. Мы гордимся нашими ребятами, переживаем за них и желаем им вернуться живыми и здоровыми. Я хочу, чтобы наши бойцы, наши воины, герои наши, чтобы они победили. Победа будет за нами. Мы даже в этом не сомневаемся. Как такое возможно? Сложно сказать. А может и Жириновский был прав? Там вообще тупое наследие. Там дебилы живут. Ведь только глупость в коктейле с рабством может привести к тому, что целый регион не просто позволяет глумиться над собой, но и радостно поддерживает своих же мучителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова